Добрый день, дорогие друзья! Я готовлю обед. Приехал мой внук Даня, защитил этот диплом свой. Мы страшно рады, вчера прыгали до потолка, если это можно так назвать. Ну, я его решила вот побаловать таким, ну, вкусненьким обедом. Вот решила приготовить, значит, блюдо запечь в духовке в рукаве. Вот посмотрите, что для этого я приготовила. Вот эти вещи, вот, вот эти вещи продаются уже вот так, приготовленные в магазине. Мне это страшно нравится. Мне надо курицу разделывать, как я вот всегда привыкла, всю жизнь сама разделываю на части, А это всё готовое уже, замороженное. Это вот, как это называется? Предвечья. Предвечья, да, вот так. Вот, оно размороженное. Дальше здесь 750 граммов. Потом 750 граммов картошки, одна морковочка, одна луковица. Луковица такая, внушительных размеров. Но это всё нужно будет, конечно, приправить чёрным перцем, растительным маслом и майонез. Вот этот майонез моего собственного изготовления. Так, начинаем мы вот с чего. Нужно будет это всё вот так нарезать. Вот такими дисками, что ли, если это можно так назвать, картошку, я вот так дисками нарежу. Так, и потом приправлю чёрным перцем. Немножечко. У кого музыка? Авторское право. Так, дверь закройте. Даня, закрой дверь у дед. Авторское право, не те. Так. Пропечётся оно? Надо потоньше, может, нет? Я думаю, пропечётся в рукаве. Так, Данил, готовлю персональный обед ради твоего приезда. Хотела бы на твою камеру, а он руками машет. А что здесь такого? Не хочет сниматься, да? Ну, ладно. Как это, ну, ладно? Так, теперь мне нужно, вот посмотрите, у меня этот раз морковь такая крупная попалась, поэтому я её половиночку только взяла, потому что целая морковь – это очень много. Так, и если ещё лук нарежу, вообще будет полное блюдо у меня. Но лук мы любим, и поэтому нарежем его тоже вот такими полукольцами. Может быть, четверть кольцами. Нет, пусть будет полукольцами. Да? Вот. Так, 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 так. И, ой, и вот так. Теперь всё это мне предстоит перемешать. Вот. Во-первых, нужно будет немножечко приперчить, так скажем. Я вот так у вас на глазах. Чуть-чуть. Ну, и достаточно. Ой. Сейчас. Соль. Соль, конечно, немножечко тоже. Чуть-чуть. Соли. Ну, это вот, вот, это вот, я считаю, что это чайная ложка без горки. Это много. Этот раз меня так дочка ругает каждый раз. Ну, вот такая соль попалась крупная, понимаете? Поэтому меньше надо ложить. Вот. Теперь сюда требуется растительное масло. Ой. Растительное масло я где-то, ну, две ложки. А майонез если? Сейчас. Ещё майонез потом приправлю. Так. Закрываем. И этот... Я майонез уже делала несколько раз. Вы знаете, получается довольно-таки вкусный. Этот раз получился очень хороший майонез, вкусный. Ну, тут тоже есть растительное масло, поэтому я этой же ложкой возьму. Вот, хватит, наверное, да? Вот. Не будем сильно усердствовать. Это у меня вот эта баночка с этой стеклянной крышечкой, вот такой оригинальной. Специально я для майонеза держу. Я в этой баночке делаю. Почему? Потому что туда блендер вот этот погружной помещается. Вот теперь это мне всё нужно будет перемешать. Перемешать. Если были бы у меня перчатки резиновые, которые у меня закончились, я бы, конечно, это всё руками... А я ходила последний раз в супермаркет. Нету. Как нету? Ну, нету, нет, не нашла я. Может, они поменяли? Может быть, не знаю. Они специально меняют места, чтобы люди маркетинговый ход... А ты пришла за перчатками и запомнила, что они там лежали. Приходишь, а в следующий раз там лежит уже что-то другое. А ты раз увидела и его ещё купила. Серьёзно я тебе говорю? Так. Давайте я вот так сделаю. Вот так. О, лучше всяких рук и ложек. Согласны со мной? Сейчас. Так. Всё. Пусть это теперь отдыхает. Теперь мне предстоит взяться за вот эти ножки. Ну, не ножки, а как они называются? Предплечи. Предплечи, предбёдра, что ли. Высыпаем тоже вот таким образом. Там было написано. На Эльге. А, от крылышек. Теперь вот посмотрите-ка. Сейчас я чуть-чуть возьму чайную ложку. Чайную ложку. Тоже, чтобы не буду пересаливать. Вот прямо чуть-чуть возьму. Давай чуть-чуть ещё. Контроль. Госконтроль насчёт соли. Ну, а зачем солью наделать? Насчёт соли. Вот. Ну, совсем мало. Тоже чёрный перчик. Не надо, не надо соль. А не будешь паприку? Чёрный перец. Нет, не буду, потому что я боюсь чё-то. Вот. Теперь нужно сюда тоже растительное масло. Вот майонез я сюда не буду. Растительное масло. Они не очень жирные, эти вот кусочки. Поэтому вот так я сделаю. Да? И всё. Теперь мне предстоит это всё перемешать. Друзья, вот вчера Даня наш, мой внук, приехал и рассказывает, что самое главное, конечно, это защита диплома. Чему мы, конечно, бесконечно рады. Самое главное. А, и ещё главнее, конечно же, сдать знания корейского языка. Четыре уровня корейского языка. И вот. Значит, вручение дипломов запланировано у них на февраль месяц. Ну, мы планируем поехать туда. Если здоровье позволит, то, конечно, на вручение мы поедем. Вот, всей семьёй. Мы рады очень этому. Вот. Ну, предстоит ему ещё сдать один экзамен, какой-то такой, не очень серьёзный, как он говорит. И 20 часов волонтёрства отработать, и всё. И на этом его учёба закончилась. То есть, наконец-то, пять лет он учился этому делу. Вот. Ну, мы сначала как-то я не очень, вообще, вы знаете, была воодушевлена, что ли, рада такой специальности. А сейчас, оказывается, он может работать и в аэропорту, и в гостинице, службы вот эти, организовать даже частные. Туристические агентства. Туристические агентства. Туристические агентства, может всевозможные, вот эти вот поездки организовать. Но он говорит, я говорю, ну, а где бы ты хотел работать? Говорит, наверное, всё-таки лучше в отеле. В гостинице. Да, в гостинице, ну, такая работа. Я говорю, Даня, ну, как хорошо, не надо ни на улицу выходить, ни на мороз. Там же вот эти отели в Корее вообще высококлассные, высококлассные. Вот. Ну, мы, конечно, рады. И оказалось, что специальность не такая уж и плохая, как мне поначалу казалось. Вот. Я сначала думала, может, на переводческое, а теперь вот. Вот. Ну, конечно, мы лично гордимся тем, что вот он приехал в чужую страну на совершенно незнакомом ему языке. Ему удалось всё-таки завершить эту учёбу. Хотя он в последнее время очень нервничал. И профессор этот, его, этот, как по-нашему декан, что ли, говорит, он меня ненавидит, он мне не даст защитить диплом, пока мама ему не вставила, как она умеет это. Кому ему? Даньки? Даньки. Даньки. А кто-то говорит, что профессору? Да нет, Даньки, пока не вставила. Я, конечно, всегда говорила, да не кричи ты на него, да всё у него будет, у него способности очень хорошие. Он, конечно, учил, у них был такой, знаете, проект, четверо они его над ним трудились и, в общем, защищали. Книгу даже выпустили. Да, книгу даже выпустили, да, вот эта толстая вот такая книга по вот этой теме. Да, мы потом покажем, когда мы привезём диплом, мы покажем. Вот, и я удивилась, что вот мне только-только, ну, недели-две тому назад написали, они этот проект защитили и уже выпустили книгу. Вы представляете? Вот, потом, когда он работал над этим проектом, когда я тему услышала, я что-то думаю, что дурацкая какая-то тема, что-то с инвалидами связанное. А оказалось, что это актуальная тема, вот. Ну, слава богу, защитился. И, а что нам надо? Нам нужен диплом. Всё. Итак, продолжаем нашу тему. Теперь мне предстоит, посмотрите, что сделать. У меня вот здесь вот рукав. Я же вам сказала, что это мне предстоит запечь в рукаве. Этот рукав мне прислала моя племянница из Казахстана. Наверное, здесь тоже продаётся, просто мы не знаем. Но вот Ирина нам прислала, Фёдоровна, как мы её зовём. Тут целых три метра. Ну, вот столечко я, наверное. Да? Отрежу. Вот. Так. И хорошо. Не надо вот плиту пачкать. Знаете, вот это не будет лететь всё. Мне нравится это дело. Ножницы надо, наверное, немножечко отточить. Так, остальное сюда. Так и называется рукав. Да, для запекания. Вот, я вам так покажу. Вот, тут три метра десять клипсов. Но я эти клипсы экономлю. Я их не выбрасываю. Что мне, да, предстоит сделать. Посмотрите, вот так. Я сейчас соберу один край. Вот так. И... Вот так закрепим вот этим клипсом. Посмотрите, как они сделали. Вот молодцы, кто это придумал. Вот. Так. Теперь нужно будет закрепить всё. С одной стороны рукав уже готов. Что мне нужно будет сейчас сделать. Я сейчас сюда помещаю наши овощи приготовленные. Картофель. Так. Я вот так вывалю, наверное, всё. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Подержи. Так. Сейчас. Всё. Пусть это так будет. Мне предстоит это распределить, разложить. Вот так. Вот таким образом. Разложить. А сверху мы выложим, на вот эти овощи мы выложим вот эти крылышки. Да, по-моему, где у вас? Не пойдёт? Ну, можно руками, конечно. Пусть я потом помою. Чтобы уже форму вот эту не потерять, не нарушить. Ну, вот так. Закинем. Распределим. Если семья большая, конечно, можно и килограмм взять картофеля, килограмм мяса. Кстати, в рукаве можно мы один раз запекали свинину. Вот. Можно говядину, можно баранину. Вот так запечь. Всё. Хочу вот эту вкуснятину вылить тоже сюда. Теперь мне нужно обязательно сюда вылить где-то 100-150 грамм водички. Я сейчас руки сполосну. Так. Вот, посмотрите. Я сейчас вылью эту водичку вот сюда. Вот так. Она сама найдёт, куда ей растечься. Теперь мы сейчас это всё вот так опять соберём. Вот так. Ну, ну, морока. Морока? Ничего не морока. На пусть выкинуть эту картошку с мясом. И всё. Вот и всё. Вот и всё. А теперь... Всё, друзья, посмотрите. Наше блюдо, вот оно, готово уже к тому, чтобы его поместили в духовку. Сейчас мы что делаем? Мы зажжём нашу духовку, противень достанем. И всё это поместим в противень. Так. Можно в этом? Можно, конечно. Конечно, вот сюда. Сейчас я включу. И удерживай. 200 градусов. Пусть будет 200 градусов, потому что это духовка. И время... Выставляем время 35-40 минут нам нужно. Вот сразу нагревается, вы знаете. Закрываем. Вот. Помещаем вот эту всю нашу красоту вот сюда прямо. Как по заказу. Кругленькая получилась, да? Теперь мне нужно не забыть, конечно, обязательно это дело зубочисткой. Вот эту плёнку вот так проколоть. Потому что пар куда-то должен же выходить. Вот. И вот здесь ещё. И всё. Теперь, так как духовка наша прямо, вы знаете, молниеносно нагревается, я уже имею право поставить эту красоту в духовку. Так. Свет включим в духовке. Всё. Осталось время выждать, достать, покушать и всё. И всё. И всё дела. Всё. Мы вам покажем, когда это блюдо будет готово. Так. По-моему, наш обед готов. Камера... Ой, наша просигналила. Фу, господи. Что я болтаю. Так. Вот. Так. Сейчас. Выключу. А, выключила. А, вот так. Вот так, да. Так. Достаем. Сейчас я доску поставлю. Ну, пока я вот сюда поставлю. Пока сюда. Угу. Так. Выключаем. И это выключим. Вот. Ну, если было бы поджаренное, наверное, было бы ещё вкуснее. Вот это в рукаве, потому что тавлово открыто. Угу. Так. Сейчас мы что сделаем? Давай ножницы. Открываем. Ты там не откроешь уже. Откроешь? А, откроется. Конечно, открою. Мам, вот отсюда лучше сделай. Сейчас. Чтобы отсюда черпать и удобно будет. Разрезать? Да, я уже его разрезала, потому что он надулся. Сейчас ещё ножницами. Ещё разрежем. Данил, где ты? Вот, вот, вот здесь. Ага. Так. Съёмки, чтобы не попало туда. Они могут, чтобы они седают. Так. Так. Ну, я думаю, пусть не поджаренное нормально, зато даже водички многовато налили. Можно было бы и меньше, конечно. Ну, вот как выглядит это блюдо на блюдечке. Диетическое. Да, диетическое блюдо. Всё сварилось мягко. Картошка очень хорошо сварилась. Мясо тоже хорошо твоё. Так. Оставь, а то мне. Ну, мясо не буду. Так. Морковь тоже мягенькая такая. Что за вкус? Ну, картошка очень вкусная. Да? Вкус, да. Хороший вкус. Хорошо, что ты притормозила меня с солью. Нормально посолено. А как ты вот всё время хочешь больше добавить? Зачем? И мясо очень хорошее. Нормальное блюдо. И возни было мало. И сварилось быстро. Ничего не мешали, не трогали, не перемешивали. Вот так. Всё. Мы пошли обедать. Кормить нашего внука Даниила. Приятного нам аппетита. А вы, пожалуйста, поставьте нам лайки. И подписывайтесь. Всё. Продолжение следует...